Всем привет! С вами Екатерина. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня хочу показать вам свои покупки из магазина FixPrice. Итак, первое, что я хочу вам показать, это вот такие вот 3D наклеечки. В FixPrice уже привезли много-много-много товаров к 14 февраля, к Дню Святого Валентина, к Дню Всех Влюбленных. Поэтому очень много с такой вот любовной тематикой, сердечки различные, всякие милости. В общем, продаются куча-куча всего. Итак, первые вот наклейки, которые я купила, называются они With Love. 3D наклейки Валентин. Каждая вот такая вот упаковка стоит 41 рубль. Здесь вот, видите, меня привлекли вот такие вот замечательные совята, потому что вы знаете, что я сов обожаю просто. Вот, естественно, я их схватила. Ну и вообще, почему 3D? Потому что они вот так вот переливаются. Сейчас я попробую вам показать получше. Сейчас открою упаковочку. Наклейки очень классные. Здесь, кстати, вот такая вот бумажка. И на них вот такие толстенькие наклеечки. Видите? Вот как они вот поблескивают. Объемные такие. Вот такое сердце замечательное. Такой мишка. Просто супер! С такими наклейками сделать Валентинку для своего любимого или для друзей будет совсем несложно. И здесь вот такие вот замечательные сердца. Сердца тоже очень классные. Просто супер! Я очень люблю вот такими вот сердечками украшать свои блокноты или ежедневники, например. Вот что-нибудь очень классно радует глаз. Дальше. Что же я еще купила из вот таких вот товаров? К дню Святого Валентина купила вот такие вот тоже наклеечки. Да, наклеечки. Но написано «Декорация для цветочных композиций сердца». Очень странно. Я не знаю, сколько здесь точно штук, но факт тот, что вот такое вот сердечко, оно мягкое. Здесь вот, я так понимаю, двусторонний скотч. Вот это вот надо оторвать и можно приклеить. Тоже можно сделать замечательную открытку объемную своими руками. Или просто украсить вот для интерьера. Можно украсить фоторамку какую-нибудь обычную. Купить, например, простенькую. И вот такими вот мягкими сердечками украсить. Тоже будет классно. Там было очень-очень много всего. Но, во-первых, все-таки 41 рубль – это не так и мало, да, я считаю. Во-вторых, просто не хочу уже вот этим вот всем захламлять свою квартиру, потому что и так уже куча-куча всего. Вот. Дальше купила подарочки вот таких вот замечательных плюшевых медвежат игрушечных. Такие вот они милашки. Мягкая игрушка «Валентин» 6 см. Вот такой вот белый медвежонок. Он действительно такой уютный, мягенький. Состав «Колиэстер». Для детей старше 5 лет. Ну, правда, они очень-таки хорошенькие, маленькие. Классные медвежата. Понравились мне. Дальше купила опять блокноты. Конечно же. Куда, Катя, без блокнотов? Просто. Блокнотов я купила вот 5 упаковок. Вот они у меня, естественно, пойдут что-то себе, что-то в подарке. Написано «Блокнот «Валентин» 80 страниц с ручкой». Вот так вот выглядит упаковка. Очень классная. Здесь 80 страниц, да, как я уже сказала. Есть вот с такими медвежатами. Есть вот такой жирафик написано «I'm your Valentine». Такая вот здесь сиреневая, здесь вот так. Да, и остальные одинаковые с мишками. На обороте вот так вот. Мишка держит конвертик. Так, сейчас я открою. Открою жирафика, покажу вам. Так. Ну вот, отгибаете. И получается вот такие. Очень мне понравилась бумага. Бумага очень плотная, очень хорошая. И отрываться тоже будет очень здорово. То есть, вот этот вот блокнотик очень удобно использовать, как бумага для записи. Ручка обычная вот такая вот, но, в принципе, за 41 рубль 80 страниц бумаги в подарочной упаковке с таким красивым принтом. Я думаю, что очень даже достойно порадовать, например, любимую подругу или еще кого-нибудь. Так, вроде бы все. Дню Святого Валентина все. Да, больше я покупать ничего не стала. Купила, увидела вот такие вот прихватки. Вот совята. Здесь две прихватки. Написано with love. Прихватка сердца. Ну, потому что они в виде сердца. Ну, естественно, совы мое все, поэтому я их тоже купила. Они очень невкусно пахнут. Поэтому обязательно надо постирать. Вот. Так, наткнулась опять чудом каким-то, показывала вам неоднократно. Наткнулась вот на такую вот бумагу для заметок на магните 100 листов с совами, моими любимыми, опять же. Здесь вот такая вот атласная ленточка, бантик. Здесь вот такая сова висит. И один блокнот на магните, они в отдельных упаковках. Здесь нарисованы совы, видите, на бумажках. А здесь вот такие фиолетовые бумажки. Это отдельный как блокнотик. Тоже вот совы. Тоже купила, естественно, пригодятся. Так, далее. Купила я опять себе шарф. Потому что здесь как-то я решила пойти прогуляться. На улице не очень тепло было. Думаю, надо как-то шею укутать. Смотрю, а мой шарф на работу уехал. На супруги, естественно. Ну вот, поэтому я решила купить уже другой расцветки шарф. Чтобы они отличались. Вот. Потому что тот у меня был такой более, ну да, похож на мужской. В таких вот синих оттенках. А этот вот я решила купить такой вот разноцветный. Ну и, естественно, буду носить его сама. А чем мне он нравится? Он очень приятный на ощупь. И, видите, вот. Два метра, наверное, он прям длиной. Вот. И широкий довольно-таки. Хорошо тянется. Вот. Купила такой шарфик еще. Дальше. Также купила шейный платок. Я уже вам как-то показывала. Я вот такие платочки покупала разных расцветок. Очень классный такой платочек. Вот. Теперь решила еще купить вот такой расцветки. Мне кажется, очень стильный. Классный тоже на ощупь. Это полиэстер. Размер 70 на 70. Мне кажется, для платка такого качества, пусть он и синтетический, да, но 41 рубль вот такой шикарный, красивый платок купить просто замечательно. Также скоро 8 марта можно, например, вот там, не знаю, там, тете подарить или подруге, или кому угодно. Ну, супер просто. Вот. Купила, в общем, очередной платочек. Также купила силиконовый коврик. Силиконовый коврик купила не себе, купила по просьбе. Ну, в общем, в прошлом своем обзоре я уже один такой коврик показывала, но меня попросили в комментариях, что, почему вы его не развернули, не показали. Поэтому выполняю свои обещания, разворачиваю, показываю. В общем, вот такой вот коврик. Вот мой локоть, да, вот как раз аккурат до локтя, можно сказать. В сантиметрах он, значит, где-то 26 на 34 получается. Вот, и круги на нем нарисованы уже, да, заготовочки, вот. Диаметром 25 сантиметров максимальный круг. И 12,5 сантиметров маленький круг. Для чего нужны эти коврики? Вот здесь на упаковке нарисовано. Ногами держу. На упаковке нарисовано, да, что мы можем раскатывать тесто очень удобно на нем. Нужного нам диаметра под форму, под определенную. Вот, а также эти коврики имеют, обладают антипригарным свойством. Поэтому их очень удобно использовать как, вот, вместо пекарской бумаги, как альтернативу. То есть только многоразовую. За 41 рубль такой замечательный коврик, просто находка. Вот. Так, дальше. Купила три вот такие вот формы для выпечки, прямоугольные. Три штучки здесь в упаковке. 22 на 16 на 5. То есть 5 вот так, 16 вот так и вот так 22. Здесь три штуки. Довольно-таки такая вот крепкая фольга. Ну, возможно, там, не знаю, пирожки какие-нибудь или еще что-нибудь, запеканочки печь. Ну, в общем, я решила такие приобрести. Дальше купила я три вот такие вот фоторамки. Сейчас вам открою, покажу. Я давно за ними охотилась. Увидела я на сайте у фикс-прайса их. Но никак они мне не попадались. Мне попадались вот такие вот вогнутые. А я хотела себе именно вот такие вот выгнутые, выпуклые. Они выполнены вот так, как будто вот кадрки на пленке. Вот очень, мне кажется, классно. Романтично так, довольно-таки. Фоторамка стеклянная 13 на 9. 13 на 9. То есть 10 на 15, соответственно, уже туда, наверное, фотография не поместится. Но можно сделать поменьше. В общем, присмотритесь. Эти фоторамочки, они продаются, лежат на том же стеллаже, где и все вот эти вот вещи к Дню Святого Валентина. Вот здесь всякие сердечки, татуеточки, все-все такое. Вот следующее, что купила. Купила вот такой вот ароматизатор автомобильный. Купила я его не в автомобиль, естественно. Купила себе домой. Клубника 41 рубль. И здесь вот такой вот смайл в сетке. Так, сейчас я открою его. Ну, вы знаете, вот у меня мама купила вот такой же ароматизатор, только в виде баскетбольного мячика. А я решила вот такой вот смайл купить. Ну, мне он просто понравился. Думаю, даже потом вот он просто будет болтаться. Такой позитивный шар. Ну, он вообще не пахнет. Просто как бы выброшенные деньги. Никакой клубники. Просто запах какой-то химозности. Вот, я его, конечно, куда-нибудь подвешу. Пусть болтается. Но, в общем, я вам не рекомендую это покупать. Мама мне еще тоже говорила, как только сделала покупку, что, говорит, будешь снимать обзор, скажи обязательно, что он не пахнет, что это деньги на ветер. Вот говорю вам, что такие, в общем, вот шарики эти. Не покупайте, они не пахнут. Также у многих девочек в обзорах я видела наборы вот таких вот резинок для волос. Написано For Style. Так. For Style. Резинка для волос 24 штуки. То есть 24 резинки за 41 рубль. Это супер. Тоже я тут столкнулась с такой проблемой. Стала искать, чем волосы завязать. Не могу ничего найти. Решила купить. Думаю, пусть будет. Выбрала вот такую вот расцветку. Здесь белый, черный, синий и красный. Вот. Вот с такими орнаментами. Просто с люрексом и с цветочками. Вот. Ну, в принципе, такие цвета, которые я люблю. Единственное, смущает, что вот здесь вот эта вот железка, как правило, резинки, они потом отсюда и расходятся. Но я думаю, что если они у меня и порвутся за 41 рубль, я не буду очень горевать. Дальше увидела на кассе вот такие вот у них там в корзинке различные брелки. И я выудила оттуда один вот такой вот единственный кет. Написано брелок. Состав сталь, полиэстер. Ну, 41 рубль. Тоже решила вот такой вот себе кетик купить. Вот. Прикольный. Такой маленький-маленький. Вмешной. Куда-нибудь на сумку можно подвесить. Очень будет забавно. Летом, например, поносить на какую-нибудь спортивную сумку, например, с которой вы ходите на тренировку. Как раз в тему. Дальше. Увидела на стеллаже вот такую вот черепаху. Поскольку я коллекционирую черепашек, они мне очень нравятся. Я, естественно, ее купила, но вот эта вот черепаха, у нее такой вид, простите, глумоватый, да, немножко. Ну, вот, ну, реально. И не знаю, и глаза, как будто она черепаха-зомби. Она умерла. И воскресла потом. И вот такая вот она. Пришибленная слегка. Ну, вот, панцирь у нее довольно-таки такой красивый. Причем, ну, это, нет, это, наверное, не керамика, явно. Потому что она такая довольно-таки легкая. Ну, в общем, решила я вот такого вот питомца себе тоже купить. В общем, коллекцию. Так, следующее, что? Купила очередную порцию бычков мужу. Вот. Конфетка молочная. Бычок. Так, здесь 250 грамм. Насколько правда или неправда, муж мне сказал, что в этой упаковочке 12 конфет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Тесять, один, два, три, четыре. Пятнадцать. Наврал, значит. Пятнадцать конфет. Вот. Если вы еще не пробовали, то тоже я вам рекомендую. Эти конфеты не содержат никаких вредных веществ. Вот. Поэтому это молочные конфетки. Кто знает, тут как раньше были старт. Вот наподобие таких. И там внутри такой вот сливочный центр жидкий. Вот. Конфетка очень даже вкусненькая. Следующая купила. Очень долго смотрела. Очень долго на вот такие вот ведерки. Все-таки они, по-моему, в трех цветах. Я решила вот такое. Просто оно маленькое. Вот. Вообще. Можно вот так вот каркаску использовать. Ведро называется лукошка. Пять литров всего здесь. Мне кажется, очень удобно. Мама говорит, что летом, например, ягодки с морозину туда собирать. Или еще что-нибудь очень удобно. Там вишню, клубничку какую-нибудь. Но оно просто легкое. Не надо с собой гигантское ведро таскать. Даже если вот уборку дома делать. Там окошки помыть или еще что-то. Так вот пол ведерочка водички налил. И попер. Все полегче. Вот. В общем, вот такое ведро тоже за 41 рубль. Тоже очень даже и неплохо. И, в общем, последнее, что у меня уже осталось. Это купила я на пробу вот такую вот баклажанную икру. Ассортель. Покупала уже ассортель, помидорки, огурчики. Достойная продукция вполне. Вот. Решила на этот раз купить, попробовать икру баклажанную. Икру кабачковую я уже вам неоднократно показывала. Если вы увидите, берите обязательно. Она очень вкусная. Вот. Но кабачковую икру ее в Краснодарском крае выпускают. Она не фирма Ассортель другой фирмы. Вот. Но она очень хорошая. Там 700 грамм. Супер икра. Вот. Но решила вот купить на этот раз баклажанную. Протестировать, что там. 480 грамм здесь, в этой баночке. И в составе баклажаны сушеные. Масло подсолнечное, рафинированное. Паста томатная. Морковь сушеная. Лук сушеный. Перец сладкий сушеный. Сахар, песок. Соль поваренная пищевая. Специи. Вода питьевая. Пищевые добавки. Загуститель. Крахмал. И консерванты Е202-Е211. Вот. Ну, вроде ничего такого страшного. Как бы, да. Все натуральное. В общем, попробую потом. Если что, поделюсь впечатлениями. И последний вот такой вот тоже продукт. Напиток. Пепси. Литр 75. На этот раз я встретила. Решила вот такую тоже бутылку купить. Впереди праздники. Мало ли. Пригодится, в общем. И последнее, что еще покажу. При покупке в фикс прайс от 300 рублей. Скидка 500 рублей на магазины Центро или Центрообувь. Я так особо в этих магазинах не бываю. Но, наверное, надо съездить. Потому что я знаю, что в Центро продаются аксессуары. Неплохие. Например, вот ободок можно купить. Будет. Или еще что-нибудь. Не знаю. И купон выдается при покупке на сумму от 300 рублей в магазинах Фикс Прайс. С 19 января по 15 февраля. Магазин предоставления скидки по купону Центро или Центрообувь. Дает право на получение скидки равной номиналу купона. То есть это значит 500 рублей. Скидка по купону предоставляется до 15 февраля включительно. Купона можно воспользоваться только при единовременной покупке. на сумму от 1000 рублей. Ну, в принципе, здорово. На 1000 можно всяких безделушек накупить. Даже тапки домашние, если пойти купить. И то 500 рублей скидка. То есть можно, в общем... В общем, надо сходить. На этом все. Покупки мои закончены. Спасибо, что посмотрели мой обзор. Если вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы и подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Пока-пока.